Здравствуйте! В эфире Опер ТВ. Прямо сейчас всё самое интересное о работе кузбасской полиции. Сегодня в выпуске. Стоп-наркотик. В Кемеровской области завершилась оперативно-профилактическая операция «Сбытчик». Возвращение блудного Миши. История о том, как полицейские нашли сбежавшего МОПСа в хронике добрых дел. Вождение под градусом. В Колтане полицейские привлекли к ответственности нарушителей правил дорожного движения. Участники проекта «Мобильный патруль» во всеоружии круглые сутки. Их камеры фиксируют десятки нарушений среди автомобилистов. О тех, кто испытывает судьбу, не соблюдая правила дорожного движения, расскажем далее. В Кемерове на проспекте Советском репортер «Мобильного патруля» запечатлел, как маршрутка лихо объехала стоящей на светофоре машины. В спешке водитель вырулил на разделительную полосу и прямо по ней промчался до перекрестка. Сейчас это видео изучают сотрудники полиции. Следующие кадры были сделаны в Ленинском районе областного центра. Двигаясь по кольцу, автомобилист на «Шевроле» подрезал попутную машину на соседней полосе, чем едва не спровоцировал ДТП. А вот лихачный «Тойоте» из Новокузнецка забыл, что при помехе справа должен уступить дорогу. Лишь по счастливой случайности этот маневр не обернулся для него аварией. Также в списке антигероев «Мобильного патруля» оказались водители еще нескольких новокузнецких машин. Знания правил дорожного движения все они продемонстрировали в центральном районе города. Стоп-линия, запрещающая сигналы светофора и смена полос в последний момент. Все это не стало для них преградой, чтобы продолжить путь. Теперь каждого из этих автолюбителей ждет встреча с сотрудниками госавтоинспекции. С появлением на дорогах разметки в тройке частых нарушений выезд на встречку. При этом автомобилисты словно не замечают сплошные линии разметки и машины, которые, не ожидая подвоха, движутся по своей полосе. Каскадером возомнил себя водитель «Хонды» из Кемерово. Вот только опасный трюк он решил отрабатывать прямо в центре города. На проспекте Советского автомобилист неожиданно вырулил из потока машин и, минуя две сплошные, сделал круг и вновь вернулся к месту старта. Хорошо, что обошлось без жестов, но в следующий раз такая петля может оказаться смертельной. Причем не только для автомобилиста, но и для окружающих. Не повторяйте чужих ошибок. Соблюдайте правила дорожного движения. Уважаемые зрители, если вы стали свидетелями правонарушения или преступления, снимайте его на фото или видеокамеру и присылайте материал в раздел «Мобильный патруль» на сайте закон.дефискусбас.ру. Автора лучшего ролика ждет награда. От Общественного совета при Главном управлении МВД России по Кемеровской области. Видеорегистратор. Продолжим дорожную тему. Калтанские полицейские за неделю задержали несколько пьяных водителей. Этого автомобилиста стражи порядка преследовали по проселочной дороге, пока препятствием для него не стало дерево. Причина ухода от погони выяснилась сразу, как только мужчина начал отвечать на вопросы. Освенитесь, проходите, отказывайтесь. В медицинское учреждение тоже отказываетесь. И эта автоледи села за руль нетрезвой. Да еще и машину взяла без спроса. Угонщицу сотрудники ГИБДД задержали, и теперь даме грозит лишение свободы на пять лет. Ты выпивала, что ли? О, ну это было, да, ночью. В Кузбассе полицейские продолжают работу по профилактике коронавируса. В ходе рейдов стражи порядка призывают жителей региона не выходить из дома без крайней необходимости и использовать средства индивидуальной защиты. Сейчас увеличен список мест, где можно провести досуг на улице. Однако не стоит забывать, что под запретом посещения, например, детских площадок. Житель Киселевска проигнорировал этот факт и, вопреки требованиям полицейских, отказался покинуть приглянувшуюся скамейку. В результате ему было назначено двое суток ареста и штраф 2 тысячи рублей. По-прежнему осуществляется контроль и за передвижением транспорта на границе Кузбасса с другими регионами. Сейчас на девяти участках дорог работают совместные патрули полиции и заинтересованных ведомств. Программа Опер-ТВ призывает граждан соблюдать меры личной безопасности. Здоровье – главное ваше богатство. И только вы сможете его сохранить. Борьба с коронавирусной инфекцией, конечно, внесла некоторые коррективы в работу органов внутренних дел. Но спешим заверить, полиция Кузбасса продолжает оказывать государственные услуги по линии МВД. Воспользуйтесь для их получения единым порталом государственных и муниципальных услуг или предварительной записью по телефону. Вам будет предложено время подачи либо получения документов с учетом действующих санитарных норм, чтобы вы не попали в очередь и не рисковали своим здоровьем. Остались вопросы? Зайдите на сайт Кузбасской полиции в раздел «Государственные услуги». Там найдете ответы, разъяснения и полезные телефоны для связи. В Кемеровской области завершилась оперативно-профилактическая операция «Сбытчик». Ее цель – профилактика и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В общей сложности полицейские выявили несколько десятков таких преступлений, изъяли более 7 килограммов различных запрещенных веществ. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Драгдилерам и наркокурьерам грозит от 10 лет колонии до пожизненного лишения свободы. Напоминаем, что обо всех фактах в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить по круглосуточному телефону доверия в Кемерове. 58 00 58. Анонимность гарантируется. В Междуреченске полицейские ликвидировали наркопритон. Отрабатывая поступающие сигналы, участковый уполномоченный собрал доказательства, что в одной из квартир регулярно собирались наркоманы. Хозяйка пускала их к себе для употребления запрещенных веществ. В жилище полицейские обнаружили свидетельства совсем не культурного досуга присутствующих. В отношении наркозависимых составлены протоколы, а гостеприимная горожанка стала фигуранткой уголовного дела и может на 4 года сменить место жительства. Природа радует нас непривычно теплой погодой. На водоемах с каждым днем все больше любителей активного отдыха, в том числе детей. Для предупреждения возможных несчастных случаев с их участием инспекторы ПДН проводят профилактические рейды. Если выяснится, что юные кузбассовцы находятся у воды без сопровождения взрослых, полицейские передадут их родителям. А мамы и папы ребят будут привлечены к ответственности. Полиция Кузбасса напоминает жителям области о внимательном отношении к несовершеннолетним. Необходимо контролировать время препровождения детей, знать, где и чем занимается ваш ребенок, не допускать нахождения на опасных объектах. В случае каждого ЧП с ребенком сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой родители могут быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной. Безопасность детей это задача не только сотрудников правоохранительных органов, но и каждого гражданина. Хотелось бы обратиться ко всем детям и родителям. Игры на воде это не самое безопасное занятие. Родителям всегда нужно доносить до детей, чтобы без присмотра родителей, без взрослых ходить на водоемы, купаться в запрещенных местах. Запрещено. Нужно постоянно об этом рассказывать. Ну и детям нужно быть достаточно внимательными, осторожными, не ходить ни в коем случае без присмотра взрослых на водоемы, не отдыхать на необорудованных пляжах, не нырять в неприспособленных и незнакомых для этого местах. Продолжает нашу программу хроника добрых дел. Сегодня расскажем о сотрудниках полиции, которые, выполняя свой профессиональный долг, заслужили народное уважение и признательность. Мотосезон под угрозой оказался у жительного Кузнецка Валерия Царькова. После работы он буквально на 15 минут заехал в магазин на проспекте Металлургов. Этого времени хватило двум злоумышленникам, чтобы откатить мотобайк с парковки и скрыться. Мотоциклист сразу позвонил в полицию. Несколько суток Борицейские не останавливали поисков. В результате они не только нашли похитителей, но и выяснили, что Иш уже хранится в гараже нового владельца. Он купил транспорт за 5000 рублей у молодых людей, которые использовали мотоцикл, чтобы доехать в частный район города. У меня даже, честно скажу, нет таких слов, чтобы выразить благодарность за оперативную работу сотрудников полиции и сотрудников ИВДД города Новокузнецка. Сейчас Валерий Царьков продумывает новые способы защиты своего байка и надеется, что мотосезон пройдет без происшествий. А двое злоумышленников ходят на допросы к следователю. За кражу им грозит до пяти лет лишения свободы. 90-летний кемеровский пенсионер Николай Макаров теперь с тревогой подходит к собственному подъезду. Несколько дней назад его прямо перед дверью в настиг незнакомец. Когда нажал вот этот вот, он ее прямо залег, как хватанул, и в карман сразу полез. Николай Семенович сразу отправился в отдел полиции. Оперативники сделали все возможное, чтобы задержать налетчика по горячим следам. Уже спустя несколько часов ветерану сообщили, что преступник задержан. Сейчас 40-летний рецидивист дает показания дознавателю. В места лишения свободы он может вернуться на 4 года. Аванжиро Суджинский благодаря отзывчивости и оперативности полицейских домой вернулся Миша. Эту прогулку со своим дружелюбным мопсом хозяйка Лиза запомнит надолго. Очень добрый и никогда не обидит детей. Веселый, но ленивый иногда. За детьми Миша и увязался, когда в очередной раз оказался на прогулке. Убежал на соседнюю улицу, а дальше перестал откликаться. Хозяева поискали собаку самостоятельно, но Миша пропал. Уже поздно вечером семья позвонила в дежурную часть. В течение нескольких часов стражи порядка обходили частный сектор в поисках животного. Нашли мопса в одном из соседних дворов, где его уже накормили и с радостью вернули владельцам. Мы очень расстроились из-за этого случая и многого себе напридумывали. В итоге мы позвонили в полицию и они оперативно сработали. И мы очень благодарны за то, что они помогли найти нам членов семьи. Теперь Мишу выгуливают только на поводке. Однако энергии и дружелюбие он не утратил. А его хозяева вместе с любимцем обрели уверенность в том, что в трудную минуту рядом будут настоящие профессионалы. Если ваше призвание помогать людям, приходите служить в полицию. На сегодня это вся информация. Смотрите нас также на сайте опер.тв.ру и следите за новостями в аккаунтах кузбасской полиции в социальных сетях. Всего вам доброго и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова